Приветствую всех! Это Оригинал ТВ. Сегодня 27 октября 2017 года в городе Киеве мы ведем разговор с известным российским оппозиционным активистом Романом Рашловцевым. Роман, вот послушай, почему именно маска Путина? Ты выходил на Красной площади. Что ты этим хотел сказать и кому? Маска Путина была как элемент, который должен был привлечь аудиторию. Как известно, к президенту России относится наше население достаточно неравнодушно. Одни очень позитивно к нему настроены, очень с большим восторгом к нему относятся, другие очень негативно настроены. То есть, выходя в маски Путина, я мог рассчитывать на то, что моя акция будет замечена, замечена людьми. Я собирался привлечь маской Путина определенную аудиторию. А именно привлечь маской Путина внимание к той проблеме, которая существовала и существует до сих пор, к статье 212.1. Эта статья предусматривает двойное наказание за одно и то же правонарушение. То есть, сначала человек наказывает административно, а затем уголовно. Это абсолютно юридический нонсенс. Невозможно в любой цивилизованной стране. И вот против этой статьи я боролся. Да, но тебя же задерживали 8 раз, не так ли? Нет, меня задерживали около 15 раз. Около 15 раз? Только за эту акцию. А вообще меня задерживали 25-26 раз. А ты хотел, вот лично, зная вот такой юридический бардак, который царит в России с правопринятной практикой, чтобы в отношении тебя возбудили уголовное дело по статье 212.1? Я, наоборот, добивался этого. Я добивался того, чтобы на меня завели уголовное дело. И я хотел показать таким образом весь абсурд этого закона. То есть, если бы на меня завели уголовное дело, то меня бы завели уголовное дело только за то, что я одевал маску Путина, выходил с плакатом, на котором написано, не боюсь, 212.1 на Красной площади. И за это меня бы просто посадили от 3 до 5 лет. И таким образом, просто абсурд этой статьи был бы очевиден. И я добивался именно посадки, чтобы показать абсурдность этого закона. В августе 2016 года, то есть буквально в прошлом году, ты уехал в Украину и пытался просить здесь политического убежища. Скажи, что пошло не так и почему ты все-таки решил вернуться в Москву? Я действительно приехал в Украину в августе прошлого года. Это было связано с тем, что я не видел для себя возможности продолжать акции. Потому что я понял, что не будут на меня заводить уголовное дело статью 212.1, а меня будут просто мучить спецприемниками, сажать на 20-30 суток после каждой моей акции. То есть я провел акцию, сел на 30 суток в спецприемник. И у меня в спецприемнике родилась мысль провести свою акцию немножко в другом формате. Я решил поехать на Украину, поступить здесь в одно из добровольческих воинских подразделений, получить оружие, получить форму и, соответственно, на автомате написать «не боюсь 212.1» и таким образом продолжить свою акцию. То есть участвую уже в вооруженной борьбе против путинского режима. Я понял. А что помешало тебе это сделать в Украине? Мне помешало то, что я не смог поступить ни в одно воинское подразделение. Меня просто отказались брать. По причине здоровья. У меня глазное заболевание, стигматизм. Но это стало причиной отказа в службе воинских подразделений в Украине. Ром, расскажи немножко про Эльдара Дадина. Это тоже известный российский протестный активист. Что он сейчас делает и как он относится к тем акциям, которые проводишь ты? Ну, про Эльдара Дадина я ничего не могу сказать. После того, как он вышел из тюрьмы, я ни разу с ним не встречался. Ни разу с ним не связывался. То есть, как он относится к моим акциям, я не знаю. И, честно говоря, меня это мало интересует. То есть, я боролся против этой статьи. Боролся за то, чтобы в этой статье не был никто осужден. А не персонально, как бы, за Эльдар Дадина. Я боролся против этой статьи. Но поскольку Дадин был единственным осужденным по этой статье, но косвенно эта акция была в том числе и в его пользу. Но основная направленность этой акции была против именно статьи 212.1. Борьба за отмену этой статьи. Про тебя пишут, что ты писатель. Расскажи о своем творчестве. Ну, да, до некоторой степени я писатель. То есть, я пишу в Фейсбуке иногда, да. До этого писал на «Открытой России» определенные заметки. Ну, тебя, наверное, интересует, как появился... Как появился этот смысл сейчас? Ну, не только меня интересует, я думаю, наших зрителей тоже. Ну, дело в том, что когда я переходил границу, да, соответственно, у меня не было загранпаспорта, да, потому что у меня в России не было возможности его получить. И я на границе заявил о том, на украинской границе заявил о том, что я прошу политического убежища, да. Ну, естественно, меня после этого допрашивали сотрудники СБУ. Да, и в конце допроса сотрудник СБУ спросил меня... Ну, он сказал следующую фразу, то есть, ну, завтра тебе будут показывать все наши телеканалы, да, как тебя представить. Ну, дело в том, что он до этого похвалил мои заметки в «Открытой России», да, то есть, он попутно беседовал с собой, попутно просматривал, как бы, ну, материал обо мной. И больше всего ему понравились заметки в «Открытой России», да, мои иронические заметки. Ну, и я решил пошутить, я говорю, представьте меня, как великий русский писатель. Ну, и на следующий день действительно появилось в прессе, что мы украинцы, что великий русский писатель. Я понял. Ты сейчас возвращаешься в Москву. Скажи, намерен ли ты продолжать дальше проводить свои акции? Нет, не намерен, поскольку у меня просто нет финансов, да, нет банальных финансов на проведение этой акции, да. И плюс, я не уверен, что, как бы, мне будет оказываться и юридическая поддержка, да, то есть… То есть, все-таки финансы, скажем так, нужны, но вот… Финансы нужны, да, до некоторой степени нужны финансы, там, мне нужно банально купить маску, да. Ну, я раскрою секрет, я на самом деле хотел провести крупные мероприятия кочевной годовщины украинской революции 21 ноября, да. Ну, поскольку вот финансов нет, да, они там, это не таких больших денег требуют, да, то есть… Организация – это мероприятие, естественно. Я понял. Ну, вот смотри, в Киеве недавно открылся так называемый «Дом свободной России», который декларирует себя как дом для всех тех, кто… Для тех россиян, которые уехали от путинского режима, или для тех россиян, которые оппозиционны к путинскому режиму, что ты можешь об этом заведении сказать? Может быть, они какую-то окажут помощь, вот они вообще как… Ты же вроде как обращался уже туда за тем, чтобы они тебе помогли легализоваться в Украине. Ну, да, я в прошлом году обращался к некой Юлии Архиповой, да, по совету моих друзей, да. В общем, вся помощь ограничилась только тем, что мне дали во временное пользование старый первый iPad, ну, и сказали, что вот я им могу пользоваться до тех пор, пока не найду, собственно говоря, компьютер, да. И плюс дали телефон правозащитной организации «Право на захист». Вот и все, чем мне помогли. Ну, то есть они же все-таки декларируют, что являются помощниками всех российских политэмигрантов и тех, кто противостоит путинскому режиму. Но это же не помощь, а просто, скажем так, перенаправка в другую организацию. Поэтому просто хотелось узнать суть и существование этой организации в Киеве. Ну, я не знаю, я не знаю суть этой организации, я могу только предполагать, да. Я могу предполагать, что это просто зарабатывание денег, да. Зарабатывание денег там на чужом горе, да. То есть на том, что наши активисты, ну, они, видимо, обещают помощь, да, соответственно, активистам. Но на самом деле помощи не предоставляют. Ну, по крайней мере, мне она не была предоставлена. Я знаю еще об одном человеке, которому помощь не была предоставлена. Даже могу назвать его имя Иван Белецкий, да, то есть недавняя история. Да. Ром, хорошо, а что ты можешь сказать о тех, значит, ну, так называемых российских оппозиционерах? Я почему говорю так называемых, потому что принципиально считаю, что в России нет никакой оппозиции, но о тех людях, которые, ну, россияне как бывшие, так и действительные, которые уехали из России и сейчас находятся в Киеве. Что ты можешь сказать вот об этом? Я не знаю, какая есть позиция в России. Ее нет. То есть ты имеешь в виду открытую Россию, да, ну, посмотрите, что пишет Мария Баронова, да, по-моему, для всех было очевидно. Я не знаю, чем они занимаются, да, что они делают, кому они помогают, какие они акции делают, то есть кому они реально помогли. Кому помогла открытая Россия, ты можешь сказать? Нет, нет. И я тоже не могу сказать. Вот, ну, во всяком случае, открытая Россия, по-моему, действует, ну, с моей точки зрения. Ну, да, мне вот обещали помощь, соответственно, если на меня будет заведено уголовное дело, да, но поскольку на меня не было заведено уголовное дело, да, у меня никакая помощь не отказывалась. То есть я не могу сказать там, помогли бы мне, не помогли, да, но по факту, как бы, помощи никакой не было, вообще никакой не было от открытой России, да, если ты меня об этом спрашиваешь. Открытая Россия мне ничем не помогла. Хорошо, я понял. Да, то есть мне ничем не помогла, и я, честно говоря, не знаю, кому она вообще здесь помогла. Точнее, не здесь, а в России. Хорошо, ну, а вообще в России есть какие-то организации, которые реально, ну, занимаются вот такой вот оппозиционной деятельностью, где вот чувствуется, да, что вот они вот реально там антипутинские, и есть у них, так сказать, продукты. Вот есть ли там какие-то рабочие вообще организации? Я таких не знаю. А вот и партия Парнас, например, демократическая, что она делает? Я не верю в то, что Парнас, ну, нет, они что-то делают, да, они что-то делают, они участвуют в выборах, да, но на самом деле то, что они делают, это просто легализация путинского режима, вот и все. Да, поэтому, видимо, режим им позволяет существовать, да. То есть им определили определенные рамки, дали определенные рамки, и они в этих рамках находятся, да, то есть они не выходят из предела этих рамок, они играют по установленным для них правилам. Я думаю, что они прекрасно понимают эти правила. Я не думаю, что там непосредственно с Касьяновым там Путин договаривается, да, но просто им дали понять, в каких рамках они могут работать, и они в тех рамках работают. Вот и все. И они четко понимают, в какую границу переходить нельзя. Хорошо, спасибо. У нас был Роман Рословцев, специально для Original TV. Всем пока.